Итак, продолжение следует. Вот здесь находится в работе левая часть от 301 гармонии тульской. И чтобы добраться до вот этих башмачков, чтобы их качественно заменить, желательно снять вот эту всю технику, всю эту музыку, что называется. Я имею ввиду всю механику, всю механическую часть вот эту. Поэтому тут не трудно, просто нужно знать. Вот в этих местах, в двух, нужно ее освободить. Сейчас я красным здесь помечу и здесь помечу. Но вот именно там, где красная, вот это не нужно откручивать, иначе она вся рассыпется. Я имею ввиду, вот этот шуруп не надо трогать. Вот этот, да? И вот этот не надо трогать, иначе рассыпется вся механика. Потом собирать придется. А вот крайнее нужно освободить. Вот, допустим, эту я уже начал откручивать. Этот шурупик. И вот этот шурупик тоже, у самого края который. Вот, его тоже можно освободить. Можно и нужно. Вот сейчас я его освобожу. Вот, а теперь она, вот эта вся механика, она уже как бы, ну, должна. Я думаю, она будет двигаться, по моим прогнозам. Вот она двигается, да? Вот она двигается. Вот, я беру за планку, за деревянную. Она двигается. И потихонечку ее нужно двигать. Вот. И она должна выйти. Ну, вот таким образом. Сейчас я, чтобы руками не заслонять то, что я хочу здесь показать. Ну, вот так попробую. Вот, значит, она двигается. Вот. Вот. И она должна, в конце концов, выйти. Вот она выходит. Вот она выходит. Постепенно, медленно и верно. То есть, она в сборе выйдет. То есть, ничего здесь не нужно ломать, ничего откручивать не нужно. Вот эту, допустим, если на баяне, то ее нужно откручивать, допустим, на тульском баяне. Вот эту всю горку, да? Здесь этого делать не надо, на гармонии. Вот. И постепенно, постепенно она должна вся выйти. Вот таким образом она вся выходит. Вот она в руках уже сейчас. Вот она вся механика. Вот. А затем, после вот этих работ, которые называются заменой башмачков, ее снова внедрять сюда, на это место придется. Ну, и, безусловно, регулировать все ротяжки. Вот. И так она... Отложим ее в сторонку. Теперь открывается очень хороший доступ к любому из башмачков. И, значит, что придется делать? Ну, безусловно, освобождать их от старых кожанок, которые уже... Вот они все. Все они негожи. То есть, возьми вот любую, они все отскакивают. Сами отскакивают. Далекой. Дали голубой. Летят перелетные птицы. Вот. Их нужно все снять. Вот. А затем снять. Нужно все металлические части бросить там на 40 минут в ацетон. И так далее, и так далее. Затем почистить и снова ставить. Но при этом, пока я не забыл, хочу сказать, уважаемые коллеги, что обязательно подлежит замене вот эти старые ниппеля. Вот ниппель. В руках у меня раз. И вот здесь они, ниппеля для работы у меня имеются. Вот это все. Но сразу скажу, что черный, вот этот хороший, это из натуральной резины, да? Из каучука сделанный. Это настоящий велосипедный ниппель. И фабрика, и завод тульский, они вот такой ставили. Сейчас не знаю, но во всяком случае на этой гармонии ставили вот такой велосипедный ниппель. Сейчас промышленность вот такая, в Советском Союзе выпускает вот такие ниппеля, но они не годятся. Они тоже в середине имеют там, как говорится, трубу в середине, воздух имеют. Это тоже ниппель. Но такой ниппель не годится. Если вы таким сделаете ниппелем, замените вот старые, да, старые ниппеля, то эти лапки у вас все посыпятся. То есть они не будут держаться. То есть здесь уже натурального каучука очень мало. И поэтому он держать не будет. Это уже испробовано практикой. Так что вот такой ниппель, вот этот самый настоящий. И данная гармонь, она как раз на таких ниппелях и держится. Точнее, все лапки держатся. Вот. Почему их нужно менять, я сейчас тоже скажу. Вот, допустим, возьмем старый. Вот я его снимаю. Старый, да? Вот он. Сейчас я увеличу чуть-чуть. Вот. Фабрика ставит на ниппель. Все вот эти башмачки, да? Вот я сейчас его снимаю. Вот я его снимаю. Вот он уже в руках, ну, между пальцами, да? Если его возьмешь вот так, старый, да, старый, и вот так его покрутишь, вот так покрутишь, то можно почуять и почувствовать, да, что он уже все, грубый стал. То есть он уже не катается, не катится в ваших пальцах. Он уже грубый стал. Это о чем говорит? Что когда ты поставишь, допустим, ну, после ремонта, поставишь башмачок на такой, на старый ниппель, да, то он у тебя не будет плотно и хорошо сидеть. То есть он играть вот так не будет, а он должен вот вокруг своей оси поворачиваться. Но если, значит, как из практики идет, если поставишь свежий, новый сюда ниппель, вот на эту лапку, да, на эту ось, новый свежий, ну, и зажмешь, поставишь, да, тогда он будет хорошо вести себе вот эта вновь сделанная тобой лапка, она примет там какие-то доли миллиметра, то положение, которое ей нужно принять, вот этой лапке. То есть она будет вращаться в своей оси вокруг своей благодаря вот этому новому свежему ниппелю. Вот такая, что называется мелочь, но она играет очень большую роль. То есть компрессия на старых, если поставишь, будет хреновая компрессия. Плохая будет, если на старых поставишь, то есть оставишь старые ниппеля в данной работе, да. А если на новые, на свежие поставишь, тогда будет добрая компрессия у гармошки.